В оккупированном Мариуполе строят элитное жилье не для украинцев. В Донецке наказывают за попрошайничество, а в так называемую ЛНР внезапно вернулся ковид. Про эти и другие события расскажу сегодня в итоговом дайджесте новостей с оккупацией. Поехали! Врачам, работающим на оккупированной части Луганской области, запретили принимать больных, у которых нет российского полиса обязательного медицинского страхования. Такое поручение медикам спустили сверху, чтобы как можно больше жителей региона получили паспорт РФ, поскольку без него оформление полиса невозможно. Однако российская страховка покрывает лишь незначительную часть услуг, ограничивается приемом у терапевта или узкого специалиста. А если человеку нужно лечиться на стационаре, то за все процедуры и препараты приходится платить из своего кармана, даже несмотря на наличие этой самой страховки. А еще в так называемой ЛНР вспышка коронавируса. Только за прошедшую неделю им заразилось 35 луганчан. Об этом заявили в местном Роспотребнадзоре. Пока тяжелых пациентов нет, у всех наблюдается неагрессивный штамм, вроде омикрона. Однако людей изолировали, чтобы не допустить распространения вируса по всей территории. В Минздраве так называемой ДНР сообщили, что у них вспышки заболевания нет. Тем временем на прошлой неделе тревожные новости приходили с оккупированной Авдеевки. Город закрыли на въезд и выезд из-за эпидемии холеры. Представители оккупационных властей завозят продукты питания в спецкостюмах и противогазах. Выбрасывают эту гуманитарную помощь и оттуда быстро выезжают. Также в городе очень много бездомных собак, которые бросаются на людей. Власти группировки ДНР обещают построить в центре оккупированного Мариуполя три элитных многоквартирных дома класса Комфорт Плюс. Это будут жилые комплексы с озелененной территорией, современной инфраструктурой и удобной планировкой. Возле домов планируется строительство детских и спортивных площадок, парковых зон, магазинов, офисных помещений и прочего. Под застройку выделили участки по улице Артема в центре города. Они стали свободными после того, как были снесены разрушенные российскими оккупантами дома коренных жителей Мариуполя. Им же теперь обещают выдать компенсационное жилье. Правда, на окраинах города. Власти так называемой ДНР решили наказывать местных жителей за попрошайничество. Соответствующий закон Окупационный Народный Совет Всевдороспублики принял 12 июля. Спустя 10 дней после его принятия уже зафиксировано 8 случаев привлечения к административной ответственности местных жителей, которые просили милостыню в общественных местах. Зачастую это происходит на местных рынках Донецка или возле торговых центров. Интересно, что задержанных попрошаек привлекают к административной работе, потому что людям, естественно, нечем платить штраф. Собственно, поэтому они и просят милостыню. В Госдуме РФ предложили украсить российские рубли руинами городов Донбасса и портретами оккупантов, которые эти города разрушили. Центробанку предлагают сделать купюры не памятными, которые выпускаются ограниченными сериями, а именно массовыми, которые будут использоваться всеми жителями России. Например, на банкноте номиналом в 50 рублей предлагают изобразить оккупированный Солидар. На сотне разрушенный Бахмут, которому оккупанты хотят вернуть, да и фактически вернули прежнее название Артемовск. Захваченный Луганск поместят на купюру в 500 рублей, а Донецк на 1000. Однако идея эта трудно реализуема. Большинство городов Донбасса, кроме частично Мариуполя, после оккупации лежат в руинах, и изобразить их на российских банкнотах, возможно, будет только в том виде, какими они были до начала войны, то есть украинские. Это все новости на сегодня. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если еще не сделали этого, ведь тут мы рассказываем о последних новостях со временно оккупированных территорий Украины.